Одновременно со спортивными локациями в субботу на территории у спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпии» открылись и брендовые площадки, на которых была представлена продукция известных предприятий личины – лидохлебопродукта, пищевых концентратов стеклозавода «Неман» и молочно-консервного комбината. Выпускаемые ими товары широко известны не только в Беларуси, но и за её пределами. О региональных брендах не раз шла речь во время спортивно-культурного фестиваля в итоге «Крок до Олимпу». В программу двух его первых дней были включены семинары по разработке и продвижению региональных и национальных брендов и по продвижению творческих и инновационных молодёжных проектов. Вот этому дню предшествовало ещё два дня работы вместе с разными предприятиями, учреждениями культуры, образованием, туризмом. Почему? Потому что в итоге это то, что делает нас не только сильнее, но и богаче. И вот для того, чтобы показать, как можно использовать потенциал свой историко-культурного наследия для развития, в том числе экономики региона, мы работали два дня. Мы показывали замечательные бренды «Лидж» из Гродненского региона и показывали, как можно использовать то, что они сделали для развития, я повторюсь, даже в экономическом плане мы очень многое недооцениваем. И жизнь показывает, что вот, как примеры, лидское пиво, лидский квас – показатель того, как можно использовать свой замечательный регион, а регион богатейший. Организаторам фестиваля удалось совместить, казалось бы, несовместимые спорт и культуру. И если два первых дня внимания участников было привлечено только к прекрасному, то в третье одновременно и в одном месте проводились и спортивные, и культурные мероприятия. И при этом никто никому не мешал. На главной фестивальной сцене весь день звучала музыка. Сначала на открытии, а потом во время концертных и конкурсных программ. Брейкданс Баттл собрал любителей этого вида искусства из разных регионов Беларуси в Лиде. Победу в нем одержал 14-летний Влад Борздыка из Минска. Участие в подобных конкурсах для него дело привычное. Брейкдансом Влад занимается почти 10 лет и в том, что станет победителем в Лиде, был уверен. Если честно, я нисколько не готовился. Я уже практически профессионал, я занимаюсь больше 9 лет. И я уже занял много побед. И этот баттл был не таким сложным, как остальные. То есть, я не приложил столько усилий, сколько мог бы еще больше приложить. Хороший праздник. Я считаю, что таких праздников должно быть больше, и которые посвящены в основном спорту. На главной фестивальной сцене проводился конкурс вокалистов. В нем было 20 взрослых и юных участников со всей Гродненской области. Их выступление оценивала профессиональная жюри. Ирина Дорофеева, Жанет Гюнеш, Зина Куприянович и Валерий Шмат. Участие в конкурсе принимали и представители личины. Среди взрослых конкурсантов были наши Алексей Миронюк, Илона Мыцкевич и Андрей Панисов. Среди юных Мила Кондратович, Диана Малявская, Софья Зарецкая, Вера Зыбко и Полина Чернявская. Я, к счастью, уже выступал на каких-то республиканских мероприятиях, конкурсах, занимал места. Но это не главное. Главное, у артиста всегда есть мандраж перед каждым выступлением. Независимо от какого-то статуса, от голоса и так далее. Всегда есть мандраж. И я думаю, что праздник удался. Я спел. Не знаю, как оценить жюри. Для себя я спел удовлетворительно. Среди юных вокалистов победу в конкурсе одержала Надежда Логовинова из Волковыска. Среди взрослых жюри отдало первое место вокалисту Лицкого эстрадного оркестра Андрею Панисову. Он исполнил песню «Скрим» Сергея Лазарева на английском языке. Я вам скажу одно. Было сегодня кайфово выступать. Сцена масштабная, мероприятие отличное. Вообще, все грандиозно, масштабно, классно. Цикл. В последний день спортивно-культурного фестиваля были подведены итоги художественного конкурса. Работы его участников представлены на выставке детского рисунка в Лицком историко-художественном музее. Их 28. Они написаны юными художниками из разных регионов Гродненской области. Победителем была признана Есения Хоборова. Второе место у Анны Собач. Третье у Анастасии Захарчик. Ярким событием третьего дня фестиваля стал концерт звезд белорусской эстрады. Зои Куприянович, Гюнеш, Ирины Дорофеевой, Жанет и арт-группы «Белорусы». Лицкая публика принимала их тепло. Завершила фестиваль в итоге Крок до Олимпу дискотека на стадионе Старт с участием зажигательных диджеев, эмси и хип-хоп танцоров. Субтитры создавал DimaTorzok